Эту свечку, Хикан, я хочу поставить за твой канал, за то, чтобы все твои мечты и все твои стремления получились, чтобы ты всего добился. А также, ребята, кто смотрит это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео и переходите ко мне на канал, подписывайтесь. Обещаю много интересных видосиков. Хикан, это за тебя. Компуктер, компуктер, компуктер. Знаешь, что политика это плохо, депутаты паралитики, голосующие петухи, старики на улицах собирают бутылки, набивают кошельки, водят тачки, строят дачу. Ну, ты издеваешься, у меня этот альбом, когда я его потерял, альбом Децла, кто ты, я рыдал, блять, вот такими слезами. Но потом мне мамка купила еще одну кассету, у всех был альбом, кто ты. И когда ты сказал у Ларина на передаче, какие могут быть вопросы Купер в эту пору, я, опять же, ребята, минутка ностальгии. Вот когда мы с моим, с тем же троюродным братом, ну, который меня пугал, то, что меня расстреляют, когда я не пойду в армию, под эту песню, ну, у нас песня на телевизоре «Березка» играла по каналу MTV. Значит, и там клип, там был шеф Влад Валов, этот Купер, и мы смотрели этот клип, и он купил, по-моему, за гривну 40 бутылку Жигулевского или Добрый Шубин, я не помню, и разбавил где-то 70 на 30, по-моему, так, самогоном, например. И мне было, я не знаю, лет 10, может быть, так, и мы разлили по бокалам, например, вот они у меня там до сих пор стоят, и мы пили. Это такой был ужас, трэш, угар. Это был турбо-йорш. По поводу самогона моей бабушки. Самогон моей бабушки славился на всю округу. За всю историю всего лишь один человек угорел, например, с него, и то это была сугубо его причина, это даже менты доказали, например. Так что мы не при делах. Ты, наверное, не знал, что я вообще очень люблю самогон. Но в чем прелесть самогона? Ребята, ЗОЖ на крестах, исключительно ЗОЖ на крестах, ни в коем случае не бухайте, это просто глупые воспоминания ошибки молодости, например. Мысли и слух. Да, 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 да. Так вот, чем тебе этот самогон, собственно, нравится? Легкостью питья и нахлобучивание. Так вот, ребята, еще раз предупреждаю, ни в коем случае, чем мне когда-то нравился самогон, когда я был малый глуп? Тем, что в нем был привкус браги, а не этой ебаной спиртяги, отвратительной, как у водки, например. И на утро тебе как-то не было отвратительно, например, как после... После самогона ты утром как стекло. Именно так, именно так. И в первый раз я в своей жизни, когда в 11 лет нажрался, я нажрался исключительно самогоном. Но мне не было очень хорошо. Ну, неважно. Ладно, ребята, давайте не будем об этом. Просто воспоминания еще раз. Расскажи ты, что ты стесняешься? Расскажи ты им, ебаный рот. Ну, это, в принципе, история как-нибудь на потом, но не суть. Ну да, ну и ладно. Да-да, отлично. Так вот, по поводу армии. Я у тебя хотел спросить. Паша, а почему ты не служил в армии? Я купил военный билет за 100 тысяч рублей. Это же преступление, коррупция. Так меня и посадили потом, нахуй. Я считаю, мог бы его не покупать, блядь. Кстати, да, на 100 рублей... О, на 100 тысяч... Ну, как-то, да. Нехорошо вышло. Ну ты знаешь, это Москва. Для нас 100 рублей это как... Так и все-таки. Сходить в саран с пятером. А почему ты не заявил желание сходить в армейку? Знаешь что, не хотел потерять время, а потерял его еще больше. Вот. В итоге, блядь. Ну, знаешь, как говорят, вот сходил бы, мозги бы стали на месте, стал бы мужиком. Они стали на месте в другом месте. Поверьте мне, в зоне они встанут точно на то место. Ребята... Блин... Но! Но ни в коем случае не стремитесь туда. Лучше в армию. Там и кормят хорошо. И физическая подготовка, там и накачанные выйдите. Ёпты, и, блядь... Ну, нормально будет. Если в ВДВшник, то он может в пруд, блядь, прыгнуть 2 августа, блядь. Или когда-то там, сентября, блядь. Я уже забыл праздник, нахуй. Пошли, а так что ты не захотел стать мужиком и пойти в ДШБ, например? Да я в душе баба, бро. Это знаешь, как вот у Юнга было анима и анимус. То есть мужик, баба и баба в мужике, например. Это так, что ли? Да-да-да-да. Ты деловатый конюш, что ли? Слушай, я жирак, я ранимый такой, депрессивный, хуесивный. Но, понимаешь, жизнь в постсоветском пространстве, она сама по себе депрессивна и не очень весела. У кого-то она очень весела. Я смотрю, у меня некоторые люди, ух, как веселятся. Гоняют по заграницам, нюхают незнамо шо. Цветы, голландские. Цветы, там фиалки, фламинго, розу видят. А я, как бы... Грустишь. Грущ... ну, подгрущиваю. Подгрущиваю. Ну, хорошо, я не буду тебя заебывать, почему ты не захотел стать мужиком и служить в ДШБ, например, или в ВДВ, например. Хорошо. Братан, если отмотать время назад, если бы я... А стал бы я ментом? Я думаю, вряд ли, я тебя не представляю в лейтенантской форме. Хотя бы ефрейтором сраным. Понимаешь, этим человеком необходимо родиться, я так считаю. На самом деле, это большая ошибка. Я думаю, этот кусочек хуй знает чего вот этого вот в слизи. Он вряд ли хочет стать сразу прям милиционером, да? Но его родители к этому могут подтолкнуть очень сильно, прям, толчок дать. Либо его желание. Но не всё так просто в этой жизни. Не всё так просто. Но смотри, есть такая штука, называется стереотипизация. Что это значит? Вот есть, допустим, я ни в коем случае там не смеюсь, я просто говорю факты. Сейчас вы поймёте, о чём я. Есть там, допустим, люди с синдромом Дауна. Ты же узнаешь человека с синдромом Дауна? Потому что они отличаются. Ты с ним разговариваешь. Они стереотипизированы, например. И ты можешь там отличить. Вот. В чём суть? Также и, допустим, с героиновыми наркоманами. Но тут немножко сложнее. Тут, допустим, специалист какой-нибудь, он обязательно там из толпы, он может вычислить, как ни хер делать. Вот. И то же самое с ментами. Если, допустим, человек когда-то с ними общался, работал, например, то он сможет их отличить. Они очень хитрые, как волк в сказке, например. Знаешь, и самое главное, их отличительная черта, блядь. Это их взгляд. Это их взгляд. Вот как они смотрят и как они к тебе обращаются. Ну чё, блядь, техник, слышь ты, блядь, пидор! Вот это была цитата, я тебя не пытался оскорбить, ты понимаешь. Конечно. Так вот, они стереотипизированы. И, на мой взгляд... Братан, фанту стали делать, очень вкусно. Отлично, отлично. На мой взгляд, этими людьми всё-таки рождаюсь. Но я обычный человек, и я могу ошибаться. А вот как раз на эту тему люди часто задают вопрос. Паша, тебя пытали когда-нибудь менты? Если можешь, расскажи, пожалуйста. Да, пытали, когда признательные показания с меня пытались получить. Меня шокером ухуячили, привязанным к стулу. Это уже в тюрьме? Нет, это всё до тюрьмы. В кабинетах этих ёбаных мусоров. Если можно, поподробнее как-то это расскажи. Если, конечно, это не секрет. Ну смотри, мне дали объяснение, напечатанное уже на компе. И сказали, распишись. Я прочёл, там полная признанка по моей делюге. И я сказал, пошли вы типа в пизду. Мне сказали, ну не хочешь по-хорошему, сейчас всё будет. Пристегнули меня к этому самому, вот так вот, нарушниками к стулу. Понял? И хуярили шокером. А почему ты вообще туда попал? Ну, бля, оступился. Я понял, я понял. Хорошо, так, и шокером тебя пытали, правильно? Да. А сейчас на квестах в Москве шокерами так хуярят, что даже менты тебе сосали хуй. Как сейчас на уровне хардкор на квесте тебя могут захуярить, бля, шокерами. И как ты себя, что ты чувствовал в эти моменты? Какие мысли у тебя в твоей голове мелькали, например? За что? За что вы, сука, со мной такое делаете, тварьевые, ёбаные, паскуды? Идите, ловите нахуй маньяков, сука, педофилов, убийц, блядь, я не знаю кого, но я-то здесь при чём, сука, вот в чём дело. А ты в это время видел их лица? Конечно. И какие эмоции они выражали? Уёбские. Раз на раз любого бы уложил. Ну, раз на раз, понимаешь, это же очень скучно. Нет, братан, их надо раз на раз, потому что они тоже шаечка, там быстро налетает. Схема проста, как, блядь, дважды два, нахуй. Я понял. И чем всё это закончилось, например? Закончилось с тем, что меня арестовали в итоге, и я отвезли в СИЗО. Ну, ты подписал эту бумажку или нет? Я расписался под ней, это объяснение, которое берётся в первое, первое, что от тебя берётся, это объяснение. А потом я отказался от неё, и всё, и они в залупу полезли. То есть они всё-таки под пытками заставили тебя подписать, правильно? Да, но эта бумажка не имеет значения, юридического. Я понял, я понял, хорошо. И это там в бумажке было написано, что всё моё, я, да, это я сделал, всё моё и готов сотрудничать дальше со следствием. В итоге я по 51-й статье до суда в отказе, просто, я просто гангстером был, ёпта, я был гангстером. То есть называется отказник по полной. Отрицалого. Я вину даже не признал. Отрицалого. Я понял. Отрицалого конкретное. Я понял, хорошо, хорошо. А ещё, может быть, когда-нибудь до этого или после попадался? Ну, на административках в основном. Они теперь для меня ручные ребята. Если можно, что-нибудь эдакое, если опять же это не секрет. Бля, братан, в последний раз, ну, смех и грех, ёпта. Иду, дорогу, перехожу не в том месте, блядь, летит нахуй человек-свисток, ДПСник. Вы не в том месте перешли, с вас 500 рублей. Вот так вот. Нарушение этого самого, как там, водительского режима. Ну, короче, хуйню он спорол. Я ему говорю, ты лови, бля, людей, которые пьяные, за рулём ездят или там бесправ, там. А не нахуй пешеходов, блядь. Это бред полный. Ну, видимо, нерыбный день был сегодня у человека. Ну, в тот раз, в смысле. Как ты в обезьяне сидел? Ну, если не брать, там, Красноярск или что-то ещё. Знаешь, чё, в них вообще в обезьянниках, в этих-то, беспонтовых сидеть, там, сброд один. Говнари, которые, блядь, не успели там пиво допить, вышли из машины и хлопнули так же. Права отобрали, блядь, и пиздаю. Ну, то есть, такие. После строгого режима 4,4 и 3, то есть, 4 года и 3 месяца, я думаю, меня в этой жизни удивить хуй чем удивишь. Там понючие бомжи и упыри, и ублюдки, гандоны, весь сброд, блядь. Я помню, когда-то ты говорил, что ты порой включал, ну, раньше, конечно, гопарька и прыгнул на мужичка, там, ну, рядом с твоим подъездом. И когда-то в одной из передач ты говорил, что однажды ты видел Сергея Дружко, который живёт недалеко от тебя. Ну, Дружко ли как Глушко, вот он ведёт сейчас шоу какие-то шоу. Да, 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 он же сейчас популярный, ты видел, он сколько... Он живёт у меня в районе, ёбану в рот. Раньше, вот я же тебе говорил, паштет, надо к нему было подвалить, может быть, взять интервью у него, ну, так, ненавязчиво. Мы всегда успеем, есть адреса. У меня столько адресов, бля, братан. Ну, мне кажется, Сергей Глушко или как вот, Дружко вряд ли будет... Дружко! Владимир Дружко! Я думаю, по-моему, Сергей Дружко. Или Сергей, я не знаю, ну, пускай он просто Дружко. Ну да, хорошо, я думаю, Дружко вряд ли будет рад человеку в маске, который... Ну, я даже не знаю, как ты думаешь, как он отреагирует на тебя? Я боюсь, что он обосрётся и скажет, что о чём он говорил, это всё правда. Они вернулись. Ну, раньше ты вообще когда-нибудь смотрел его передачи, как там, необъяснимо на факт. Да, смотрел, ну там такая хуйня, это, блядь, смех и грех. Ну, а как ты думаешь, как же у него так получилось подняться? У него больше миллиона просмотров. Вот, вот так. Щелчком буквально пальцем одним. Ну, ты не забывай, что он с ТНТ. Он с ТНТ. Хорошо, я в принципе понял. Окей, окей. Ну, а как тебе вообще этот Дружко? Да никак, вот для меня он лысый гоблин. Ну, люди просто торчат от него, даже моя бабуля угорает по Дружко, например. Не, если интересно кому-то, я лично не смотрел там, ну, блядь. Мне хватает Big Russian Show и твоего, и всё. Мне больше нахуй не интересно ничего. А всё-таки Big Russian Boss с Юркой Хованским-то записал. Клип-то? Да. Ну, они специально, чтобы протроллить, протроллить. И старых старичков с Young, этой самой, как она, короче, Hassel Hard Flavor, я понимаю. Они-то старости, Бори. Недавно ВКонтактике, значит, ввели платную музыку. И, в общем, всё это, всё это, все эти бигуди, как ты говоришь, с музыкой, например. Как ты считаешь, платная музыка, это положительно-отрицательный... Позор для России, блядь. Потому что мы не Америка. Пускай поднимут зарплату, чтобы мы могли по 15, нахуй, долларов платить за песню, нахуй. Да ради бога, ёпта. Если у меня зарплата будет, блядь, ну, я не работаю, конечно, но вот. Если у меня зарплата была бы, блядь, 100 тысяч долларов, конечно, я бы пару треков скачал бы, не западло. Потому что там это, как бы, копилочку артиста идёт, да, а у нас идёт копилочку какого-то же падриста, блядь. Который с тобой не поделится, нихуя. Ну, вот ты скоро выпускаешь альбом. Нет, там у меня нормальные парни. Я понимаю, но, может быть, ты будешь загонять по какой-нибудь ломовейшей цене, или всё-таки он будет в открытом доступе? Он будет в открытом доступе, у меня альбом вообще полностью готов. Я бы тебе даже вот включил бы, но я думаю, не стоит пока что, да? Я думаю, да, я думаю, подождём релиза официального. Когда, кстати? Релиз будет такой, ничего особого ожидать не надо, но он удивит. По сравнению с предыдущими альбомами, он, конечно, будет такой. То, что надо. Фиточки, фиточки ждать нам, да? Правильно, с кем-то? Фиточки будут, я опять-таки повторюсь, Big Russian Boss, Goof, MC Anuta, LSP. Ну, неплохая, неплохая плеяда исполнителей, скажем так. Хорошо, будем ждать. В мае, правильно? Конец мая, начало июня. Конец мая, начало июня. И так, по-моему, крайний вопрос. А, нет, вот тут ещё, смотри. А как ты можешь прокомментировать то видео из твоего инстаграма, где девушка, если я не ошибаюсь, Лена, говорит, если ты не будешь есть таблетки какой-то определённый срок, то она тебе даст погатиться по тузику, например, в общем, когда ты захочешь. Ты же знаешь, малышка любит пошутить. Это просто юмор. Конечно, это же... А ты думаешь, я бы залил бы просто такую пургу бы, конечно. Это всё юмор, хьюмор, хьюмор. Ну, просто школьники серьёзно возбудились и воспринимают всё до чистого момента. Пускай возбуждается, пускай её добавляют на страницу, она закрыта у неё, пусть дрочат на неё. Я же всё понимаю прекрасно. А как там Лола Тейлор поживает, Люба? Лола Тейлор на Пхукете отдыхает с Эрикой Белучи, поэтому у них всё отлично. Опять же, школьники возмущаются и говорят, что ты её под хвостик балуешь, и Эрику тоже. Пускай для них это останется большим-большим-большим-большим секретом. Ребята, у нас сегодня вечер секрета. Первый секрет, вы помните про Ларина, про очки его, почему он облизывал губы. Второй секрет, под хвостик ли лупит Паш Техник, Лола Тейлор и Эрику, например. Хорошо, и, пожалуй, крайний вопрос, не менее краеугольный. Что бы ты делал, если бы у тебя перестал стоять? Я бы умер. Всё? Да. Смысл жизни? Потерян. Я не философ, мне нужна биологическая активность. Ну что ж, дорогие друзья, финальная телега от Паши Техника. Эй, ё, петушня, вы меня слышали только что внимательно, или из одного уха вылетело, а в другое вошло? Так вот, донатим на канал Бабуля Хикона. Бабуле скоро день рождения, поэтому... Я отсталмаю. Вам надо свои сбережения утроить, удвоить, умножить, нахуй, и помочь. Потому что бич-пакеты, сука, они не такие дешёвые, как вы думаете, нахуй. Поддержите Бабулю, бля, это не шутки. Я вот с серьёзным еблом вот так вот вас заговариваю. Вам никому ничего не стоит даже по 20, по 10, там, 15 рублей. Вас столько народу я посмотрел, но чё вам, нахуй, в падлу, что ли? Как видео посмотреть, так вы, нахуй, готовы первые, блядь. А как, блядь, дело сделать полезное, так вы, нахуй, нихуя не способны. Так что я надеюсь, вы всё-таки люди здравые, блядь, окажетесь, и поддержите старичка и Бабулю Хикона. Я призываю вас поставить класс к этому видео, подпишитесь на канал Хикона на Буан, донайте с Бабули на бич-пакеты, заказывайте рекламу и сигнал. С лайком нам Бабулислава, до новых встреч, всем пока! Паша Тельник любит вас!